Всем большой привет, девчонки! Я сегодня к вам со своими очередными покупками. Очередной приступ хомикоза. Она собиралась уже достаточно много и вот такая вот куча-куча-куча. Начну с наверное того, что просто так здесь без упаковок. Я, в общем, купила вот столько ниток DMC. Очень-очень-очень много. И 40 мотков из этих ниток пойдут на два проекта. Один это будет полнолуние от Риолиса. Я распечатала себе схемку. Черно-белую. Это перенабор. Нитка DMC. Где-то последний листик. Кстати, даже анкор написано. Вот. И не столько. Я ожидала, что будет наверное, намного больше цветов использоваться. Ну, в общем, здесь на 14-й Аиде на черный предлагают. А я буду шить на равномерке 32-го каунта. Поэтому картина у меня получится меньше, чем 44 на 44 сантиметра. Вот. И второй проект, в котором у меня подобраны нитки, это сейчас я открою. Так. Вот такой вот египетский сэмплер. Я, в общем, отмучилась, но вместе с живой картой DMC я перевела все-таки нитки анкор с DMC. Купила нитки. Буду вышивать на вот такой вот свайкортовской равномерке. Это у нас Лугана 25-го каунта золотой люрекс. Смотрите, какая классная, да? Камера, конечно, не передает всего этого свечения. Мне очень нравится. Я думаю, будет классно. Она такая, как папирус. Так. Это вот нитки. Ну и остальные мотки я хочу собрать в палитру. Ну или хотя бы что-то, может быть, не всю, но чтобы у меня были нитки, вот так вот что-то захотелось повышивать. Взял, да начал вышивать. А то припирает иногда, что ждать невозможно. Естественно, докупила еще один органайзер пака. И я его буду использовать, ну вот, когда я вышиваю, скажем, отбором или, допустим, миробилие, да, тоже нитки DMC, это надо перематывать на бобинке. То есть, я буду цеплять их на органайзер пака. Вот. Потому что, ну, когда я вышиваю наборы, я как-то пользуюсь органайзерами, что предоставлены в наборе. Как-то особо я не, не, как сказать, не перевередлива к этим органайзерам. Плюс, если что-то вдруг там рвется или он уже истирается, и изнашивается, у меня есть такие органайзеры от DMC, которые, ну, простые органайзеры, да, с картонной. Я использую их. Так, дальше целый пакет у меня здесь с бисером пресиоса на два проекта. Один это будет колодец желания домик мечты от Телло Артис схема, и второе это схема преданности, там, где тигр такой в круговой технике. Все, бисер у меня есть на эти два проекта. Здесь написано преданность, но я и второй тоже затянулся в этот пакет, чтобы ничего не потерялось. Так что, когда нетреплячка на меня настанет, у меня уже будет бисер, чтобы начать вышивать. Дальше покажу вам свой раритет. Посмотрите, я дорвалась. Это волна Dimensions американской сборки. Я уже разобрала ниточки. Все, потому что я его купила, я выиграла аукцион на eBay, и набор был открыт вот так вот уже. И я сразу разобрала ниточки, чтобы посмотреть, всего ли хватает. Всего хватало. Конва, все, все в идеальном состоянии. там вот оно внутри. Все, ну, ничего не пошарпано, схема. Все шикарно, всех ниточек хватило, очень красивые цвета. Вот с этого органайзера я их переодену на другой, потому что, ну, как-то я не знаю, он совсем хлипенький. И в скором времени я буду приступать к этой вышивке. Смотрите, здесь вообще для Dimensions почти нет бэкстича, одни полукресты, только лошади крестами, ну, и кое-где там на горах. А остальное все тут полукресты, небо половины не зашивается, воды половины не зашивается, что тут шить, не знаю. Но картина выходит очень красивая. Так, дальше. Здесь, ой, упал, лежит у меня флайер из Арабески, да, который вкладывают при покупке. И у меня счастье моё привалило ко мне нежданно-негаданно. Я теперь счастливая обладатель вот такого вот станка Аист с рамкой на, по-моему, 30 на 48 или 35 на 48 сантиметров. Не помню, потому что рамку я ещё не разбирала. Я собрала станок и нацепила туда своего султана. Я балдею, девочки. Я, на самом деле, очень боялась, что он будет очень громоздкий, такой громадный, занимать много места, но нет, вообще. Хоть у меня и большая гостиная, ну, как бы, довольно-таки у меня много пространства, куда поставить, но всё равно, знаете, как захламлять не очень хочется. Но мне иногда очень хочется сесть вот в гостиной у окна, на стул и вышивать, ну, как бы, хотелось на полный станок, и я металась между LBC, PosiLock, этим станком и Stitch Smart. Но Stitch Smart, не знаю, мне как-то очень было страшно. Хоть все-все очень его хвалят, и Леся тоже очень довольна, мы с ней разговаривали. Леся, тебе привет. но я всё-таки побоялась, потому что у меня двое маленьких детей, они этот-то уже начали дёргать, господи, как две обезьяны на нём уже, чуть ли не повисли. В общем, там эта клипса, которая держит рамки кусна, по пяльце, она пластиковая, я не скажу, что я очень сильно, ну, не то чтобы неаккуратный человек, но, как сказать, я могу зажать так, что всё может потрескаться. То есть, я и станок закручиваю так, что не каждый его потом может эти болты раскрутить. Но, вот, если мне надо зафиксировать, я уже закручу, уж так закручу, что потом сама раскрутить не могу. вот. И, в принципе, я пользуюсь только рамками арабеска, и вот, 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 это мне подарок на зарождение от моей шареночки. Ой, спасибо я за это большое, я не ожидала, и очень-очень рада, и уже пользуюсь, и обалдею, и он вообще не занимает много места. Вот это вот, когда вы не в работе, вот эту ножку, можно, вот эту часть можно поставить прямо, а эту часть опустить вниз, и он складывается вообще вдвое. У него это одна нога, ну, вот это вот, может быть, было бы уже громоздкое, да, а это, ну, нет, вообще не занимает, он в углу стоит, и никому не мешает, ну, только детям, потому что им кажется, что это какое-то спортивное снаряжение стоит, да, вот, я очень-очень рада, и хочу себе вот еще самую-самую маленькую рамку, мне очень хочется, потому что там, допустим, ланцит натянуть, или что-то такое, которая самая-самая маленькая, 20 на 24 хочу, ну, конечно, не для этого станка, но вот просто вот, даже знать, какие рамки бывают, 25 на 32 у меня есть, у меня есть 30 на 40, у меня есть 40 на 56, и вот одна из 30 на 48, или 35 на 48, вот, то есть у меня уже собирается такая коллекция рамок, и я очень-очень-очень рада, эта фирма просто шедевральна, вот, дальше, что у нас дальше, покажу наборы, дорвалась я, ой, отсвечивает окно, дорвалась я до этой великолепной эры, очень классный набор, что-то меня здесь приспичивает в последнее время собирать золотую коллекцию Dimensions, и я вам скажу, что я очень много видео пересмотрела насчет, ну, наборов Dimensions, ну и вообще всяких разных обсуждений, наслушалась, начиталась, насмотрелась, и очень много кто жалуется, во-первых, жалуется на нитки Dimensions, что они крутятся в узлы, не знаю, я сколько Dimensions вышивала, ни разу ничего не крутилось у меня в узлы, вот, сейчас я вышиваю носок, и там по качеству даже какие-то нитки совсем другие, да, ну, они как-то мягче кажутся, потому что у Dimensions нитки как-то, допустим, сравнить с DMC немножко такие жестковатые даже на ощупь, ну, у меня никаких проблем, ничего не перетирается, но я вышиваю 24-ми иголками, это мои любимые иголки, 26-ые для меня вообще, я не знаю, они мне в руках пропадают, откуда, вот, и насчет, еще жалоб очень много насчет того, что ключ на той же стороне, допустим, на обратной стороне, где схема, то есть, его никак не обрезать, ничего с ним не сделать, и пользоваться неудобно, скажу вам так, что вот сколько открывала я золотых коллекций, наборов, и либо это уже какая-то сборка набора сама, ну, вот здесь 2015 год, да, печатан, на другом наборе был, по-моему, 2014, ключ на отдельном листе, вот конкретно на отдельном листе в золотой коллекции, и в Авроре также у меня, в этой я открыла, специально посмотрела, в моих оленях, дорвалась я и до оленей, на отдельном листе, то есть, вообще, у меня претензий нет, да, вот, допустим, в каком же, где, вышивала я орхидея, это General Collection, да, там был ключ, и с другой стороны была схема, немножко было неудобно, но, не знаю, ну, как бы я так, прямо, чтобы очень сильно нервировало меня, такого нет, и вот золотая коллекция, это все-таки работы получаются большие, да, по размеру, ну, и вообще, по количеству даже работы, по наличию разновидностей стежков и всего, и вот ключ в этих наборах на отдельной странице, то есть, он вообще абсолютно отдельно. Что по поводу схемы? здесь вот вроде бы кажется, да, ну, кто вышивал, тот знает, кто не вышивал, тем расскажу, что кажется, что здесь замудренно все, что очень так прям вышивается много разных цветов, платьев, девушек, кареты, лошади, когда вы смотрите на схему, я обалдела, здесь все вышивается вертикальными полосами. Что дома, что платья, что лошади, что кареты, ну, здесь тут полукрестом, очень-очень легкая схема, элементарнейшая вышивается, здесь полнеба не зашивается, здесь половина не зашивается, это все бэкстич элементарный, так что из такой элементарнейшей схемы получается такая шикарная картина, так что всем советую, покупайте, пока есть. Такой набор, очень вообще просто шикарный, такие яркие ниточки, ну, как всегда, любимого цвета канва, Dimensions, это какой-то Dove Grey, по-моему, да, Dove Grey, Aida, 16-го каунта, очень шикарный. И вот, допустим, когда я смотрела на вышитую картину оленей, я думала, да что тут вышивать, одни полукресты, и вот только олени, да, крестами, но когда смотришь на схему, да, здесь есть над чем поработать, там мешанина уже такая идет, намного больше бэкстича, то есть будет над чем поработать, но этот набор я буду вышивать на конве 14-го каунта с люрексом. Вот. Я очень люблю 14-й каунт, мне приятно вышивать, у меня красивые получаются крестики, ну, и очень это будет, они будут больше, будут такие прям, они становятся очень выразительными, чем на 18-й, кстати, с 18-й на 14-й, да, размер у них, они будут большие, и, да, они так может не хватить, их не хватит, но для этого и была сделана моя следующая покупка, это живая карта DMC, я ее уже благополучно воспользовалась, и это не будет так, что она у меня будет валяться, я уже ей воспользовалась, я когда переводила Ankor DMC, благо, что в ключе у Ankor было рядом с номером нитки, был написан ее цвет, и поэтому, если где-то какой-то сайт мне выдавал, что, допустим, там 19-й номер Ankor, предположительно, это будут какие-то два цвета ниток DMC, то я открывала и смотрела, ага, там такое и такое, например, какой мне по схеме больше подойдет, ну, то есть я сравнивала все с какими-то, смотрела, где этот будет значок, что этим цветом будет вышиваться, и делала подбор уже таким образом, вот, допустим, там жук у меня в схеме, да, в нем было, там в нем 4 цвета голубого, если я вам его открою, он здесь есть близко, близким кадром, уже вышитый в этом журнале, так, вот, например, вот этот жук, да, то есть сайт, мне, ну, разные я там сайты смотрела, но тот, который мне больше понравился, как больше понравился, мне просто понятнее по нему было переводить, он мне из 4 цветов синих, вот, оттенков синих, да, перевел один цвет, то есть, 100% этот цвет, то есть, ну, дал мне один вариант перевода, два цвета он не нашел, и один цвет было там, по-моему, три разных номера, да, DMC, то есть, я уже смотрела, думаю, ага, ладно, тот цвет, который был дан, я посмотрела, что это за цвет, и остальные уже подбирала, смотрела, если там dark blue, там было light blue, blue, dark blue, and very dark blue, вот, то есть, светло-голубой, синий, темно-синий, и вообще темно-синий, и я, в общем, уже по этой живой карте открыла себе здесь синий, и уже подбирала, чтобы мне этот жук получился гармоничным, не какой-то там, допустим, там половина его с каким-то фиолетовым оттенком, половина с синим, ну, то есть, понимаете, да, здесь уже такой синий, переходящий в зеленый, ну, и также вот очень много было цветов, которые было, как скажем, рекомендовано несколько оттенков DMC под один цвет анкора, и я уже воспользовалась этой картой, мне очень-очень понравилось, то есть, все сразу сравниваешь, все тебе видно, какие ниточки будут, и даже вот я ради интереса, да, а, еще добавлю, что здесь и металлизированные тоже есть, и вот эти вот меланжевые нитки, и флуоресцентные нитки, ну, то есть, здесь все, здесь есть все, и здесь вот их цвета, и можно, в принципе, отмечать, какие вот, если есть нитки, вот, я даже брала вот эти нитки, я сравнивала с картой, и у меня все сошлось, то есть, тон в тон, оттенок в оттенок, все у меня сошлось, все было супер, так что, такие вот дела, девочки, вот это были мои покупки, я очень-очень рада, я очень рада своим наборам, я прям не могу дождаться, когда я уже все начну вышивать, было бы у меня побольше рук, я бы все начала вышивать, все мои, там, наверное, уже под 100 штук набора, всем удачи, всем ровных крестиков, и пока!